Спасибо студия, доброе утро Красноярск! Продолжаем свое утреннее пробуждение в парке флоры и фауны Роев Ручей. Сейчас мы находимся в вольере с совами. Казалось бы ночные обитатели, а утро встречают вместе с нами. И Дарья Кощеева пригласила нас на завтрак. Савинный завтрак! Окей, три минуты всего, прямой эфир, да. И здесь вот находится совсем молодая порсель. Дарья, кого я так и не запомнил? Темные, это у нас не ясы длит бородатая, а это филины. Филины, посмотрите, какие скромные. Они просто хотят кушать и друг с друга еду выпрашивают. Давайте не будем их уже томить и дадим им утренний рацион. Что в него? О, какая прелесть! В природе филины едят, ну, совы едят мышей. Конечно, выглядит сегодня лицеприятно, но очень вкусно. Да? Да. Будем надеяться. Ну, то есть не пробовать, я имею в виду. Они совсем молоденькие. Ну, им чуть больше месяца стола. Чуть больше месяца. И сейчас пока непонятно, кто из них же, кто из них мэ. Нет, это будет известно, только когда они уже подрастут. Это тот какой-то очень... Тот еще сонный, того сейчас будем кормить несколько по-другому. А вот это вот расхожее мнение, что совы днем спят. Оно вот как? Нет, совы днем не спят, они спят ночью, охотятся в сумерках. Изредка ночью они могут охотиться. И как они проявляют охотничьи инстинкты и ведут себя в сумерках. Вы, кстати, дорогие телезрители, можете пронаблюдать 18 июня в эту субботу, придя в Роев ручей, ночью. Да, с 20.00 до час ночи здесь пройдут и розыгрыши, и квесты, и подарки будут дарить. И посмотреть, как вот эта вот совинная семья... А как они, кстати, уживаются? Два же разных вида. Они дети. Вот когда они постарше, будем уже отсаживать, потому что фильмы более серьезные личности, более опасные. Чем неясы, да? Да, неясы, ведь она более спокойная. Видели, что я ее брала на руку, она офигист. А можете ее на меня посадить? Ну, если хотите, спасибо. Она как вот... Ну, может, не в час, помогу, да, в час. А это... ну, может, можно... А они как птица, абсолютно. Да, не бойтесь, она очень нежно сидит. Ну, какой-то, абсолютно. И это вот такая веревочка на лап... Это о путинке. Уже стеснялась. Это о путинке. Это для... их используют для обучения ловчей птице, соколов, ястребов. Ну, мы отдельно нанялись, чтобы потом ее вынашивать, чтобы она у нас сидела на руке, чтобы мы могли с ней заниматься. Вот она привыкает к ней. Мы сейчас с ней периодически гуляем по парку. То есть в обед там чуть попозже выходим и делаем круг по парку. Ну, они, совы, вот как ночные обитатели и вот все вот люди, любящие ночь, вот как относятся к кофейным напиткам? Или только... Миша, аккуратно. Или только вода? Только вода. Только вода. Только и... Кофе не требует. Нет. Спасибо большое. Так вот, дорогие телезрители, было такое наше легкое утро в обитателе флоры и фауны. Да, вот она, неясыть, маши в камеру, оставить. Напомню, что в эти выходные очень много мероприятий состоится. И торжество колясок. День рождения коляски. И папин праздник. Все это 18-го, 19-го, но главное, ночь в зоопарке, где вы сможете посмотреть, как готовится ко сну медведь, какие колыбельные поет жираф и проявите охотничьи инстинкты вместе с совами. Да, вот. И напоследок, от филинов небольшой утренний монплизир. На вербитского, похоже, не могу.